По тундре За стальной решеткой Там сидят христиане И под грохот колес И погибли мою За стальной решеткой Там сидят христиане И под грохот колес И погибли мою По тундре По холодной Сибири За правду Божью Наших братьев безумно Но когда на свободе За его милость и за его доброту Мы имеем сегодня возможность Собраться у ног нашего Господа Друзья Мы не собрались для того, чтобы показать Но чтобы уместно Нам всем Соорудить жертвенник благодарности И хвалить нашему Господу Бо Он един Бог достойный Друзья Вы знаете Сегодня связное служение Среди нас есть братья Которые в трудное Тяжелое время Как могли Упывая на нашего Господа Он укреплял Он укреплял Он поддерживал Он благословил их И они смогли устоять И донести этот факт И передать нам его Друзья Как сатана восставал В большой силе В большой ярости Братьев бросали Они говорили Мы их сгноем Они оттуда живы Мы не выйдем И я вам скажу Многие братья Пали костями На Воркуте В тех отдаленных краях От своих семей От своих жен Многие пали И я хочу читать Такие слова Я думаю Мы видели на объявлении Это к евреям 13 глава С 3 стиха Помните узников Как бы и вы с ними Были в узах И страждающих Как и сами Нагодились В тех Друзья Многие из нас Особенно молодежь Они не представляют Что такое Они на сегодня Не знают Цены куска хлеба Они не знают Бо они привыкли Жить в достатке Но сегодня я думаю Вы услышите Свидетельство Наших братьев И мы друзья В этот час Собравшись на этом месте Будем молиться И будем просить Чтобы Господь Благословил Против церкви Воздвигнут Вал Она крепость В кольце Блокар Сколько раз Сатана бросал К ее стенам Все силы Гали Кто сказал Побеждать Друзья Мы все Можем И я думаю Будем служить Эти свидетельства Братья все Смогли Устоять И пройти Этим путем Не на свою силу Полагаясь Но на помощь И милость Сына Божьего Иисуса Христа Дорогое собрание Дорогие Братья и сестры Встанем на наши ноги И попросим Благословения 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 А те, кто верным Богу оставались, Каким людей читали надо страх. Но пыл сильнее адским ухерзаний, Огонь любви, сынок, моих сердец, И верила в коленя из Китая, Идет с тобой зелень, прячий Отец. И в нашем мире последний небыть может. Любовь Христа хранится в море век. Пусть знаем сердце грех не потревожит. Пусть знаем, что живет небесный сей, И в нашем мире последний небыть может. Любовь Христа хранится в море век. Пусть знаем сердце грех не потревожит. Пусть знает мир, что живет небесный сей. Приветствовать всех братьев, сестер, дорогая церковь, Именем нашего Господа. Мир вам! Смирно! По милости Божией мы сегодня имеем это служение. И я думаю, братцы и сестры, в Слове Божьем написано, «Осматривая землю, Бог видит тех, чьи сердце вполне предано Ему». Как вы думаете, братцы и сестры, Сегодня Господь смотрит на это место или нет? Нет! Аминь! И хочется сказать, дорогие братцы и сестры, Иные колесницами, иные конями, А мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Мы сегодня рады, братцы Моисос, Привидеть вас, Те, которые приехали поделиться свидетельством, Поделиться тем чудными обетованиями Божьими, Которые в жизни их Господь провел этим путем. И сегодня брат Петя напомнил один стих такой, Помните узников, Как бы и вы с ними были в узах, Страшущим, как и сами находитесь в теле. А я хочу сказать, братья и сестры, Помните путь Церкви Иисуса Христа на земле. Помните путь Иисуса, Сына Божия, на Голгофу. Однажды Сын Божий прошел в этом пути И показал, дал пример для своих детей. И мы сегодня радуемся тому за то благословенное время, Которое Господь дал для нас, И мы имеем это общение. Родилась эта идея, Чтобы однажды собрать Братья узников Эту нашей ютинской церкви. Знаете, когда мы начали столкнуться С молодыми людьми, с молодежью, С теми, которыми уже родились здесь, Вырастают они, понимая того, Что нужно бы Иисуса Христа Не только веровать, Но Слово Божие было и что, Когда придется о нужном И страдать за Слово Божье. И знаете, мы решили, Чтобы пригласить Одного брата, Чтобы он мог поделиться С молодежью. О том, как он прошел этот путь, И впоследствии братья предложили, Чтобы все собрать, Братья, все стены, Чтобы они рассказали молодым людям, Нашим братьям, сестрам, нашим детям, Путь церкви Иисуса Христа. Особенно путь церкви в России. И на первом, можно сказать, Таком служении наших братьев, узников, У нас присутствовало около 36 человек. Это были братья. Около 30 братьев было. Были сестры, Которые также сидели за Слово Божие. По 10 лет. Некоторые прошли Трудные времена и пути В жизни их семей. Были прекрасные свидетельства. Были прекрасные молитвы, Господь обидно благословлял. И как бы хотелось, братья, мои сестры, Чтобы это служение Было пропитано благодатью Божией. Благодатью Духа Святого. И хочется сказать не нам, братья, не нам, А имени Господа, Ко будет слава. Аллилуйя. Он достоин. Он достоин славы. И среди нас сидят Эти братья, Эти сестры, Они будут свидетельствовать О великих делах Божьих. И я хочу сказать, Братья, мои сестры, Если что-то будет и не так, То хочу сказать, Не осуждайте. Многие из них, Они не оканчивали Богословских Каких-то курсов. Многие из них, Они окончили по 3-4 класса. Но на этих сердцах Поставил печаль свою Господь. Аллилуйя. Дух Святой взял их у дел свой. И повел их Далеко По Сибири. И они прошли. Они устояли. Они передали это славное учение Для нас, молодых. Братья, мои сестры. Когда были годы, Тысячи людей наших, Братьев и сестрок, Оставляя Свои семьи, Оставляя жен, Где только они шли. Лишь для того, Чтобы защитить имя Господа. Чтобы остаться верным Богу. Чтобы пронести Это вечное Евангелие. И не так давно В одном из городов России Это братья из церквей, Совета церквей. Было такое совещание. И знаете, я запомнил одну такую. Один брат высказался. Брат узник, который прошел. И он сказал, что Самый такой ужасный год Массовых расстрелов Это был 37-й год. Братья, мои сестры. Начиная С 29-го года Еще немножко, Включая 28-й, Начались аресты. Наши братья пошли Страдать за Слово Божие. И вот представьте, что Только в 37-м году За 16 месяцев Было арестовано 26 тысяч Братьев-служителей Проповедников Слово Божьего. Священнослужителей, Которые служили Господу Верно с преданным сердцем. И на ихнюю долю Пришлось защищать Евангрия. 22 тысячи Они не возвратились. Они отдали жизнь свою За имя Господа. Они пали там В далеких местах Сибири. Они пали там Доказывая о том, Что наш Господь Есть Бог живой. Слава Ему. Братья мои и сестры, Мы не знаем, Что ждет дальше Церковь Иисуса Христа. Но я хочу сказать, Что говорит Слово Божие. Все желающие жить Благочестиво Во Христе Иисусе Будут гоними. Где бы они ни жили, В какой бы стране Они ни были, За имя Господа Будут гоними. И Дух Святой Сегодня возвышает Об этом. И Дух Святой Сегодня говорит об этом, Что трудности идут, Что перепланка будет Для Церкви Иисуса Христа. Братья мои и сестры, Аталия, Аталия Библия Говорит нам о том, Что будет встреча Оба Отче. Будет встреча, Братья мои и сестры, Встреча будет С Иисусом. Потому что Христос, Слово Божие, Говорит, Подымет Свою невесту, Которую сегодня Дух Святой Готует на этой земле. И у нас сегодня Прекрасно. Многие из нас Не мечтали Таких свободных Служений, Которые мы имеем. Многие даже Не представляли, Что придет То время, Когда можно Свободно взять Своих деток Идти в служение. Братья и сестры, А Дух Святой Говорил, Что будет время, И это будет. И мы благодарны Господу Среди нас Есть эти Братья и сестры. Они будут Свидетельствовать. Но сегодня Мы будем молиться. Дорогие Братья, Узники, Сестры, Церковь Иисуса Христа. Мы будем Помнить о том, Что и сегодня Есть преследование За Слово Божие. И сегодня Есть братья, Есть сестры, Есть семьи, Которые Отдали жизнь Свою За имя Господень И в Узо. Они находятся В трудных Обстоятельствах Жизни. Многие Из нас Помнят Не так давно В Узбекистане Был убит Епископ Церкви. Брат-пастер, Который После служения Кадан Вышел На улицу Не доходясь До своего Автомобиля Подходит Один человек И прямо Возле автомобиля Расстрелял Пастера. Когда вышли Члены Церкви Он уже Лежал Мертвый. И многие Наши Братцы И сестры И сегодня Платят Штраф За служение Господу. А Библия Говорит Помните Узников. Помните Братцы И сестры Не забывайте Путь Церкви Иисуса Христа На земле. Поэтому Мы сегодня Будем молиться. Мы сегодня Будем Просить Господи Благослови Твой народ И в этой Стране Господи Благослови Твою церковь На земле. Поэтому Давайте Братцы И сестры Мы сегодня Преклоним Наши колена Пред нашим Господом И веря Тот, что Сегодня Небо Смотрит На это место И Господь Видит Каждое Сердце А мы Сегодня Ему Скажем А мы Сегодня Поклонимся Тому Которые Слово Божье Поклоняются Хори Ангелов И славят Его Чудесное Имя Преклоняем Наши Сердца И прославим Его Имя Аминь Аминь Аллилуйя И Господь Велик И Благодарю И Благодарю Свою И Небо Похрешение Благодарю Господи И Небо Небо Имени Твои Куда Слово Абон Абон Господи Хочу Слово Что И Здесь Бух Святой Хори Абон 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 Продолжение следует... 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 с небесных обителей весь. Вдруг слышу я голос, как нежный подрядщина пел, как тихо едея Иисуса, с небесных обителей весь. Вдруг всегда в борьбе, перед путь и мне, в скорбный час надежды не теряй, верен будь так, верен будь, верен будь так, верен будь. И тогда, и тогда будет, сердце будет петь, скорбь-то будет даже в трудный час, я с тобой не буду, я с тобой не буду. И ты обратил в радость корм мою, снял печалью души моей, наградил весельем, наградил весельем, Да слави тебя, душа моя! Да слави тебя, душа моя! Первый, который будет нас сегодня свидетельствовать, это брат наш Мисюк Александр. Этот брат нам будет свидетельствовать по милости Божьей. Пожалуйста, да. Следующий брат. Слава нашему Господу, братья и сестры, что Он нас убрал в этот час. В свое время Соломон писал какие слова? Светлый взгляд радует сердце. Добрая весть утручняет кости. Конечно, очень добрая весть, это та, которой Господь нас любит, который возлюбил нас, который нашел нас у ноги, в объемности наши, хранил в свое время. Я вам кратко расскажу о своей жизни. Я родился 1930-го года в Брестской области, сейчас Кобранский район. Самый старший был у родителей. Родителю очень любили. Особенно мама мне все забирала по хозяйству, и когда им приходилось где-то уезжать, я все оставался на хозяйстве. Менщик, менщик, брат и сестру тоже посматривал. Ну вот настало время. В ранней юности Господь меня нашел, призвал, чтобы я ему служил, покаявшись. И вот я возлюбил Господа, принял крещение. Еще учился в школе, потому что сначала я учился и с 7-4 лет пошел учиться в польскую школу. Конечно, когда я пошел, то уже я умел читать, меня отец научил. Потом пришли русские, по-украински учили, по-белорусски, немцы, по-немецки. И пришлось мне в 1948 году ходил в школу. И с 6-го класса меня исключили, так как уже я был верующим. Хотя я учился хорошо. Ну, на этом моя, конечно, учеба кончилась. Мне дали, как взрослым, уже несколько в лесу с резостью посылали на лесопоган. Мой отец так же по делу мне дали. Пришлось мне вот с такой займаться работой. Потом призвали в армию. Перед сядом меня призвали в армию. Я проливезным причинам, значит, сказал, что я верующий, я оружие брать не могу и так же принимать присягу. меня отвезли в город Минск. И там, конечно, превоспитывали, беседовали, допрашивали меня. Великие начальники спрашивали из Библии, кто был отец Моисея, Лабрама. Конечно, я им отвечал, они убедились, что я знаком с Библией. А дома мои родители очень-очень переживали. Это было такое время при Сталине. Он не очень приходил, по-видимому, участковый, им говорил, что вас сушлют на север, как врагом народа. Вот вас сын такой. И вот однажды отец приезжает ко мне. Конечно, я не знал, он мне не написал. Назвали меня к начальству, сидит мой отец. И мы стали лакать. Он плачет, я плачу. Ну, почему плачет? Я радоваться надо. Ну, и нам дали беседование. Дали нам на ночлег он остался. И там, видимо, я как и сейчас знаю, что там было усвоство послушивающее или, может быть, магнит афона. Он мне стал рассказывать. Как же нам сынок что нам делать? Хоть хотели с мамой приехать, но хозяйство нет на вот. Что нам? Вот. Ну, я, конечно, тоже плакал. Так плакали рассуждали, но я остался на своем. Прошло ровно неделю, он приезжает обратно со слезами. Вот. Что нам делать? Или от тебя отказаться, что я не знаю, как в то время было. Но, конечно, родители не отказались. Вот. Я остался в своих убеждениях твердым. Вот. Впоследствии мои родители поверили Богу. Значит, меня, когда продержали до присяги, вызвали, уже в конце всех солдат давали читать устав. Вот. Перед знаменем преклонялись, одно колено преклоняли, а другое так вверх. Я почему-то так удивлен был. Ну, подошли ко мне, я говорю, нет, я не могу. Значит, офицер замахнулся, ой, если бы во время войны я тебя сейчас убил бы. Ну, арестовать, арестовали и меня повели в Минскую тюрьму. Один спереди, двое сзади, шаг влево-право стрелять будем, вели меня в тюрьму. Там посадили, ну, конечно, в скорости стал суд. И осудили меня, дали мне пять годов тюремного заключения и три года поражения в правах. Вот туда на пересылку в Борше, там очень тяжело было, но недолго пришлось там быть, и отправили меня в Москву. Там я был в нескольких лагерях. был и на строительстве, был фундамент купали зимою, киркой, ломом, лопатой, там, как обычно. Вот. А потом я попал уже в мастерскую и меня выучили на токаря. Меня дала специальность токаря. Вот. Ну, там было в Москве неплохо. Дело в том, что там очень было много москвичей, которые не пользовались пищей, столовой, им передачи переносили. Вот. Так что с тем заключенным хлеба нормы никакой не было. Он просто лежал, кто сколько хотел, брал. Вот. Это очень уже было хорошо. Да. Потом хозеросток был. давали деньги понемножку. Было ларо, где можно было купить масло, белого хлеба, сыра, сахара. Там я встречался тоже с молодыми верующими людьми. Вот. Встречался и с пожилыми. Было одно время, что прислали хулиганы ко мне, так издевались. Но вот Бог через одного брата открыл, говорит, ты скоро перейдешь в другой этап, в другое место, ну там же в Москве. Вот. Так и с Баром. Встречался вот с пожилыми верующими, имели беседу, славили Господа. Вот. И после смерти Сталина еще у нас был хозрасчет и были зачеты за хорошую работу один день к трому было. У меня нарушений не было. Я старался одних послушать, ну слушал. Вот. И я пробыл ровно, как ушел в армию, ровно через два с половиной года я приехал домой. Дали мне паспорт, денег выдали, немного там, больше тысячи заработанных. Так приехал я домой. Мать очень была рада, родители. Конечно, долго не пришлось мне быть, потом я поехал на Украину, и там на Украине уже я остался. Это другая компетенция. вот, слава Богу, на Украине я пробыл почти 50 лет, десь полтора года, в Белоруссии 20 лет. На Украине была семья, верующие, дети, они здесь, жена моя там пошла в вечность, да. Ну вот так была, прошла такая. Потом еще на Украине я сильно заболел. Это, конечно, я оставил брату кассету, где я там свое свидетельство написал, я думаю, если кто пожелает. Меня Господь исцелил в 78-м году, 24-го марта. Мы ездили, моя дочь была как раз на каникулах мы в Бог, ездили в Елгаву, там брат был Бухолец, нам посоветовали, вот, дали адрес и с помазанием Елея помолили за меня, меня Господь исцелил. Была язда кровоточащая, как спичечная коробка 3 на 4 сантиметра. Лежал я долго в больнице, потом уже они держать не смогли, я операцию в Соласе не давал, молился Господу и мне открылось место такое, что Он дает жизнь, дыхание и все, Господь. Я сильно на еде не плакала, кричала, подушка прямо была мокрая, нет стухов, господи, продли мне хоть 10 дней лет жизни, чтобы я увидел своих детей взрослыми, но Господь услышал эту милую молитву и продел уже 33 год идет после этого. Увидел не только я своих детей, увидел внуков и правнуков. слава Господа. Я советую полагаться только на Господа. В трудные минуты я помню, выходил так в Минску, преклонял колено воскресенье, плакал, молился, пел Господу салон такой, Господь, услышь мое моление, к тебе, к тебе твоя радость убьет. Прими, мой плач и сокрушение внемли словам души моей. И Господь слава ему подкреплял и хранил и охранял. Пусть ему будет вечная слава. Не будем оставлять упование наше, которому предстоит великое воздаяние. Слава нашему Господу. Аминь. Слава нашему Господу. Милые друзья, враты, также сестры, которые прошли этот путь, не умолкайте возвещать радущему роду, особенно молоди, все трудно в последнее время, и ворох так именно сегодня повреждает. И этот омарик ведет в войну. Дорогие друзья, братья и сестры, но нам нужно встать проломи. Нам нужно, чтобы молитвы наши непрестанно лынули до Бога, той, который силен сократить и защитить, какое время не было, дорогие милые друзья, но только по молитвах народа своего. Слава нашему Господу. И дальше говорить, чтобы знал и родущий род, и по родица и чтобы они в ее время возвещались своим детям. Самое главное, для этих братья, для которых именно посвящают себя до Господа, возлагать надежду на Господа. Там сила и победа. Там достигаем, дорогие братья и сестры, именно победы, когда возлагаем надежду на Иисуса Христа. Слава Ему! Слава Иисусу! Другие друзья, другое место писания коротенько прочитаю. Не было подробно все, конечно, досконально объяснять, то я самое главное эпизоди те, которые нужны сегодня нам. Хочу, дорогие друзья, напомнить важное слово, где апостол Павел написал евреям и израильскому народу, а сегодня до нас, помислите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтоб вам не изнемочь и не ослаблять душами вашими. Дорогие братья и сестры, крутые моменты, когда приходилось испытания, побои, поругание, пренебрежение, кем возбожил общество и в горах, откуда сходить помощь, а помощь наша Господа, сотвори, что небо и землю и все, что наполняет нее. Аллилуйя, слава нашему Господу. Вот это нас укрепляло, вот это нас ухудхновляло на подвиг души нашей. Дорогие братья и сестры, еще одно место прочитаю коротенько, и апостол Павел написал евреям важные слова, чтобы они глубоко заранялись в каждую храмину сегодня. и здесь пишет нам апостол Павел 10 глава еврея 32 сишок. Я думаю, братья знают, что здесь пишет. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы были освящены и держили великие боги страданий. Я думаю, сидящие здесь, те, которые пришли, те дороги тяжкие, они вспоминают эти дни. Они сегодня со слезами Игору радуются, что мы видим перед собой тех, которые сегодня также следуют за Господом. Тех, которые сегодня именно посвящают свою жизнь для Господа. Хотя и трудные моменты постигают и здесь, дорогие друзья. Я думаю, встречаются невзгоды, встречаются скорби, озлобления и понушения даже. Но, дорогие друзья, когда мы возлагаем надежду на Господа, то тогда мы сможем все победить и дальше думать, то сами среди поношений и скорбей служат зрелищем для других, то принимая участие других, находящихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узам застрадали, расхищение имене вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее, невышающее. И так не оставляйте упования, которым предстоит великое запознаяние, но для того, чтобы получить это запознаяние, милые милые как терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию и получить обещанное. Еще немного, очень немного, радужник придет и не умеет праведный, верный жив будет, а кто поколебится, кто будет благоволить душа моя. Но нас, Господь, заберет слово своим, менее исполеблющиеся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Доборовал бы Господь, чтобы эта вера возродилась каждому сидящему на этом месте, особенно юноши, вы сильны, ибо вы победили лукавого, потому что слава, слава Божия пребывает у вас, как нужно упражняться в славе Божьем, как нужно и проглубляться, дабы, когда приходят моменты испытания, скорби, лишения, чтобы вы знали славу, потому что мы знаем из Писания Христос, Сын Божий, той, который оставил престол славе, веру ими, сошел на свою землю, и именно для чего? Для того, чтобы сегодня дать нам доступ к той плаванаке, которой стоим и хвалимся надеждой и славой, и не только к оси, но хвалимся скорбями, зная, что в скорби происходит терпение, от терпения и опытности, от опытности и надежды, а надежды уже не постыжает. Дорогие братья и сестры, буду окончать, хочу засвидетельствовать немножко, чтобы долго не задерживать, потому что братья еще поделятся, поделятся, но только я прошу всех сидящих на этом месте, молить того, который будет влагать братские уста, это слово, которое будет приемно сегодня нам выслушать, которое бы нас утвердило, которое бы сделать непоколебимыми. И потому, дорогие друзья, два раза, значима, что он с 30-го года, я моложе за него с 36-го года, но самое главное, мне очень запечатлилось, кто во время войны, где это страшное время, где ворог так сильно бушевал, где многих убивали, где многих терзали, и другие братья и сестры. Мы жили на Купоре в Саровинской области, Савинского района, село Тинне, мы находились. И мы жили на Купоре, и вот больше каждую ночь мне туда где-то было 8 лет 5 километров болото, грязь, и мы шли в село. У одного брата там была шулявня, таки, статинка построена, и мы там всю ночь проводили молитвы и моления. До того, той, который сохранил до сели, той, который, дорогие братья и сестры, позволил пройти такие тяжкие дни, такие скорби, такие пищали, тыны, узгоды, и сегодня я стою живым свидетелем пред вами, где братья также свидетельствуют, потому что мы шули, где Слово Божие говорит, почему мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей, а сегодня эти братья, а также и сестры, которые это переходили, они живые свидетели, свидетельствуют о том, как они прошли эту дорогу, вернись у ее новым и живым, потому что Христос обновлял их сердце, давал им победу, для того, чтобы устояли и остались верны тому, той, который обещал, никогда вас не покину, слава нашему Господу, и вот дорогие друзья, проводили мы время часто, очень тяжко, и вот бывает, когда встанешь утром, видишь, что уже там идет дым, я думаю, знаете, понимаете, что такое, уже значит, там нет дым, уже там усик выпили, но главное, я запомню важное, когда я думаю, что немножко может есть свидетельство здесь, но не все знают и чувы это, когда были юноши у наших человек, которым Бог возвещал, что мое дело впереди, что совершается, и вот одно прекрасное время, когда собрались на молитву, и когда звали до Господа, и Господь говорит, прибудьте в трехдневном посте, ибо я сохраню село ваше, тогда были очень послушны Господним повелением, что Бог говорил, дорогие братья и сестры, и вот прибудли в трехдневном посте, народ Божий у благовении прибивали, братья и сестры, и проходит время, и именно, я, конечно, подробно не буду рассказывать, но основное буду, потому что время сейчас выходит, и замещ нашего села, то сгорело, может, брат Петро знает, бывший, соседний село, а Бог сказал, что я сохраню, потому что народ вопиял, а Бог открывает, и вот одно прекрасное время, может, кому это будет сказкою, но когда Слово Божие говорит, я думаю, вы много чули про этих юношей Седрак Мисаков и Наго, как они стали верны, что они в плечи, ведь именно раскалено было в 7 раз, они сохранялись в живых, так именно эти юноши, которые именно были доверены Господу, через их Бог геял, и когда собрались наш дом, это рахутры, когда дом наполнялся, и когда начали молитву, все кто было дом я маленький мэр это почувствовал братья и сестры переказывает то, что сам почувствовал и видел все народ, который был дом и поднял воздух, а люди посторонние полгари, булы, окружаны и шли с ветром и тушить дом, так слава Божья наполнила народ свой и по славу его слава нашего рода обоих дороги сестры я гордей буду наполнить не буду уже перед раз рассказывать как все это проходило в жизни но когда я помер то есть впервам пришло время когда вы сами брали и сулили и упал суббот изголкну даже и радовый и друг и радовый очень трудно было и вот когда отец был еще в тюрьме огня пришла вместо лаги и вот друзья друзья я еще мне отдал в сердце для господа пошел в евангий пробул вангий и приходил в 58 году и сразу отец был дома и и И мы молились, что ты устраиваешь, и мы развернулись по земному, на молитве отца и матери. Они пришли до Бога, и Бог устроил так, как Ему было угодно. Он что-то усмотрел мне, что лучшее. И я сразу поверил, дорогие братья и сестры, и пошел на проповедь. По селам, по городам, пешком, по 15, по 20 километров ходили пешком, не чувствовали неусталости, проповедовали. У поезда, автобуса, в салны пели, провозглашали имя Господа Иисуса Христа. Но это недолго так было. Конечно, Бог даровал силу именно безбоязненно проповедовать. И вот приходит время, дорогие друзья, когда жена уже родила дочь, а ходила в другом положении, много страховали нас, много вызывали, запрещали. И вот было одно только условие. Откажись или подпиши. Подпиши, что ты не будешь ходить, не будешь именно проповедовать, и ты, чтобы была свобода. Но мы читаем Слово Божие, и нас управляло. Кто к его слюбить, более отца, или детей, или мать, тот не достоин меня. Вот это вдохновляло нас на подлой души. Мы смело и шли за нашим Господом. И вот вызывают нас в одновремя в район и прокурор, и много вопросов дадали. И мы остались про своего метода. И нас сразу ведут в КПЗ. Наши четыре брата. Пятого після. Один уже, который был первый год. Первый ятортюрмист с отцом моим. А настрои их новое. И вот когда посадили нас в КПЗ, и продержали пару дней, и сразу везли в ровную тюрьму. Но что меня удивило сильно, и что меня запечатлило, когда выбили нас в КПЗ, и что это делали только ночью. Покружили нас солдаты с автоматами, с овчарками. Так и страх нагонять. И я вспомнил слова Господа Иисуса Христа. Как будто кинерозбойников вышли, скольными смещами. Дорогие друзья, вспомнилось это. А до поезда было везти нас где-то два-три километра. И вот это так ужасно гоняли. И так продлевалось нас аж три месяца. То в ровне, то в сарне. И когда только у сням, и сразу ГГБисты вызывают на допрос. И все питают, все это для того, чтобы привбедить. Но, дорогие друзья, той, кто именно доверяет свою жизнь Господу, его ничего не может сломить. Дорогие братья и сестры, и потому я бы сегодня желал бы, я буду сопрошать, потому что время вышло. Но я в пути больше всего дня, и Слово Божие утверждает, не вставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. А для этого, чтобы получить воздаяние, милые друзья, терпение нужно вам. Как нужно, которое часто не хватает в трудные моменты, тогда часто, дорогие братья и сестры, мы именно теряем это терпение. Надо благословить Господь, чтобы нам иметь это терпение, и чтобы отшатую жизнь твердо сохранить до конца. Ему! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дорогие друзья, я хочу рассказать стихотворение Добавил DimaTorzok 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 Как и прежде за выбор меня, Вновь молитвы за сын, Материнскую верность храня. Нам обоим с тобой надоели Лицомеры простые на вид. Много, мать, мы с тобой потерпели От язвительных, горьких обид. Много горя с тобой пережили, Невозможно всего описать. И как будто с тобой не жили, А пора уж пришла умирать. Помню тех, кто уют наш разрушил, Когда первые слезы из глаз Я ронял и внимательно слушал Твой простой материнский рассказ. Братца ты тогда говорила, Как его забирали от нас, Как ему передача носила, Как его ободряла в тот час. Раним утром его угоняли В арестантской толпе на вокзал, Обнаженные сабли сверкали, И суровый конвой провожал. С ними рядом ты тоже шагала От тюремных ворот до конца, То братишку в груди прижимала, То слезу вытирала с лица. Вдруг на быстром коне угрожая, Конвоир к вам с отцом подъезжал, И клинком обнаженным сверкая, Он тебе отойти приказал. Сердце жало, саблитое ядом, Ты стояла пред ним, как стена. Не отстану от мужа, Но рядом с ним пойду, Ведь ему я жена, И ничто победить не сумела Непреклонности духа в очах, Шла ты рядом уверенно, смело, С арестантским мешком на плечах. Лишь неровное и что и дело Пробивалось у вас на ходу, За святое великое дело Вас обоих под саблей ведут. На вокзале с отцом распростилась, Фозно, помню, домой ты пришла, Тяжело на постели пустилась, И со вздохом ты нас обняла. С этих пор в нашей жизни суровой Было много больших перемен, Но венец христианский, терновый, Оставался для нас без замен. За отцом по дороге тернистом, Тернистый, вскоре сын твой пошел, И опять довелось тебе снова томиться, У ворот с передачей стоять. Хоть тебя мне потом заменила Дорогая подруга-жена, Но, как видно, до самой могилы Ты, как мать, христианка нужна. И теперь, как с отцом по дороге Рядом бодро, спокойно ты шла, Будь со мною, хоть быстрые ноги Беспощадная старость цвела. За Христа пострадать не обидно, Не обидно позор пережить, Отрекаться от Бога постыдно, Еще хуже предателем быть. Рано, мать, мы с тобой посидели, Много слез вытирались лица, Но немного осталось до цели, Будь верна к Ихристу до конца. Я буду спевать в очи, Часто слезы заливают. В нашему христианскому житті Нелегко приходится. И тому, бувають слезы горесті, Мы плачем, бывають слезы радості. Коли ми з радістю, Плачемо з вдячністю В наших серцях. Я заспеваю, Почти вам розкажу свечення. Часто слезы заливаю, И печаль туманом ляжет в другу, И как будто в этом состояй, И когда мне радость не вернуть, Поднимаю очи на Иисуса, Тише нема любовь помоги. Видеш, Ти знаеш, Как донлюсь я В этом трудном жизненном пути. Но, мой Бог, Тебя я умоляю, Жалься Ти над медною душой, Протяни свою пронзенну руку, И тот час я буду исцелён. Парни мои, Очи на Иисуса, Тише нема любовь помоги. Видеш, Ти знаеш, Как донлюсь я В этом трудном жизненном пути. И друзья порой не понимают, Состояние я души моей. И никто на помощь не приходит, Лишь Бог будет на пути со мной. Поднимаю очи на Иисуса, Тише нема любовь помоги. Видеш, Ти знаеш, Как донлюсь я В этом трудном жизненном пути. Исцелён от всей тоски и печали, Исцелён от тяжести и греха. И тогда с полой благодарения Я прославлю моего Христа. Поднимаю очи на Иисуса, Тише нема любовь помоги. Видеш, Ти знаеш, Как донлюсь я В этом трудном жизненном пути. Слава Богу! Слава Богу! Поднимаю очи на Иисуса, В этом трудном жизненном пути. Я хочу сказать, Что братья здесь собрались Для того, Чтобы похвалиться Те, Ваши не страдали. Но они собрались для того, Чтобы похвалиться, Что сделал Господь, Слава Богу! Поднимаю очи на Иисус, И я знаю, Что Господь Выходил на встречу Каждому из вас Своего времени, Когда вы принимали Свои глаза вверх. Мне, честно, Прошлось тоже перенести Очень много, Начиная еще С моего отца, Который покажется В 22 году, Будучи, Я хочу сказать, Дима Почком, Будучи, Может быть, На высоком положении, Он был еще Царским офицером. В 22 году Он покаялся И с тех пор Начались гонения. С тех пор Начались гонения Ходил, Как здесь брать свидетельства По Белоруссии, Он из Брестской области, Из города Пинска. Ходил по Белоруссии, Части Украины, Волынская область, Сровинская область, Проповедовал, Но я не о нем Хочу говорить. Я хочу сказать, Что Господь сказал, Иисус сказал, Гнали меня, Буду гнать и вас. Гнали моего отца, Гнали меня. Когда я еще был молодым, 22 года мне было, Я жил в Краснодарском крае. Переехали мы с Рософской области Краснодарский край, И мы пошли в церковь, Отделенную баптистов. Это, как некоторые называли, Кручковцы, Или по-другому, Как называли, Смуасцы. Но я был там, Избрали меня лидером молодежи, Я занимался с хором, Оркестром у меня был, Такой струнный оркестр. И прошло время, И в 65-м году Нас начали очень гнать. И уже заканчивая 66-й год, Я вижу, Что дело заканчивается тюрьмой, Потому что нас постоянно Вызывали Прокурору. Я не знаю, Был где-то прокурор, Или там сидел Какой-то работник КГБ, Я не знаю, Но на дверях Было написано Прокурор. И я расскажу Просто так Свидетельство немножечко. Просвитеру дали 5 лет. Диакону дали 4 года, А мне 3 года. Но Так Бог сделал. Я не знаю, Это не потому, Что я был умный, А потому, Что, видать, У нее был свой план. Я выписался Из города, Устел выписаться Из города, Снялся с воинского учета, И только я приехал домой, Приехала милицейская машина, И меня забрали К прокурору. Там на дверях написано Прокурор, Но я думаю, Что это был работник КГБ, Потому что он Сразу же спросил, Почему ты собрался Ехать в Эстонию, В Тали? Я выписку В военно-учетном столе Отдал выписку На Эстонию, На Тали. А я говорю, Ну, Обсоятельство Меня так заставляет, Я решил Уехать отсюда. Он говорит, Тогда Так, А зачем тебе? Я это молодежи говорю, Как хитро Ураг подходит. Я был молодон, Мне было 22 года. И он говорит, А зачем тебе ехать Так далеко, Это не наш народ. Ты же ведь русский. Я говорю, Я не русский, Но я и украинец, Я белорус По крови Отца и матери. Зачем тебе ехать? Мы тебе дадим квартиру В городе Краснодаре. Какая тебе надо? Вот тебе всякий там человек, И он тебе даст ключи. Ходи себе, Пой, Играй, Молись, Но только записывай, Кто будет Проповедовать И о чем он говорит. Это такой подход Только КГБ. Это не прокурор Дело, я думаю. Это была работа КГБ. Когда я не согласился, Тогда он меня Закрыл На ночь И на утро Дал очную ставку С пресс-фитером И диаконом. Я Кратенько то рассказываю. Но поскольку я был Выписан, Была подписка Мною данная, Конечно, Что без выезда Из города Обширонск Это Казахский край. Но я нарушил, Потому что я был Выписан Из дня С войскного счета. Я на другой же день, Когда он меня выпустил, После осушной ставки, Я уехал В Ровно город. Потому что многие Возможно меня знают, Некоторые назвали Русский Павлик, А некоторые говорили Из Ровно, Ровенский Павлик. Но фактически Я поселился В городе Ровно. И тоже Бог дал Не знаю как, Почему, Но я решил Укрыться. Я убежал, Я знал, Что меня будут Преследовать, От них невозможно Скрыться. Я пошел В регистрированную Церковь Баптистов, Не выделенную, Потому что там Я уже был У них на примете, Я пошел В регистрированную, Я вот ходил В эту церковь, Потом перешел Уже я, Я, конечно, Пятидесятник, Потому что я и Семьи пятидесятникам. И вот Второе, Значит, Когда Я уже был женат, Это И мы подали заявление На эмиграцию В 77-м году В 77-м году Произошло на работе У меня такое, Потому что Издевались над моей дочерью, Они хотели, Чтобы она носила Звездочку Октябренко, Дети этого не знают, Что такое Звездочка Октябренко, Это Владимир Ильич Ленин, Маленький, В детском возрасте, Семилетний, Наверное, Там его Портретик такой И цепляли На левую Часть груди, И я своей дочери Объясняю, Я говорю, Людмила, Ты же знаешь, Что это за работа, Они хотят, Чтобы Сейчас он висит У тебя Здесь на груди, Но они хотят, Чтобы он вошел В твое сердце, А в твоем сердце Должен кто жить? Она говорит, Бог живе, Живе, Умому сердцу, Бог живе, Она пела эту песню, Я говорю, Вот смотри, Как хитро подходит Диявол, Они стали тогда Издеваться над ней, Когда она не взяла Звездочка Октябренко, Стали издеваться, И я ее не пустил в школу, Написал Такое заявление И обращение Леониду Ильичу Брежневу, Это 77-й год, Отпустите нас с миром, С вашей безбожной стороны, Потому что, Чтобы вы не были виновны Пролите крови христианской, Как в свое время был нервом, Виновны, Отпустите, Не ради нас, Но ради вас самих, Чтобы вас весь мир Не склонял, И расскажу, Как это все произошло, Брат Вася подошел, Ко мне, И говорит, Расскажи, Но я расскажу коротенько, 29 декабря, 77-го года, Они сделали Общезаводское Такое собрание, Я работал на Ровенском Мемельфабрике, С участием прокурора Области, И директор школы, И наш весь коллектив, Фабрики собрали, И сделали такое судилище Просто надо мной, Я коротенько просто скажу, О чем там было, Не буду говорить, Вы знаете, Что говорят на этом суде, Но решение было такого, Лишить, Там 109-й, По-моему, Брат Вася, Уголовный ход 109-й, За вмешательством В школьные дела, Лишением свободы 5 лет, И лишение родительских прав, Лишение родительских прав, Это самое больное, Конечно, Для родителей, И когда я пришел домой, Это еще не был суд такой, Что закрывали уже, Но это был как бы, Ну, может, Показательный, Сказать это судно, С участием прокурора, Он вынес такое решение, Я прошел домой, Рассказал жене и дочери, Когда мы встали на колени, Молиться Господь говорит, Дети мои, Увидите поражение нечестивых На ваших глазах, На ваших глазах Поражение нечестивых, И вот, Прошло всего 3 дня, Я уже не рассказываю, Я думаю, Там брат Вася писал в книге, Вот этот весь суд, Я думаю, Это номер 3, Да, Он написал, Там, Эти гонения, Которые я перенес, Его книги есть, Кто захочет, Возьмете, Прочитаете, И вот, Через несколько дней, Это было 29 декабря, Третьего числа, Третьего числа, Меня еще выставили в Губком партии, И сказали, Мы даем ход этому решению, Что было на провинской мебельной фабрике, То есть, Мы приводим в это в исполнение, И завтра вас вызовет прокурор, Ну, Я думал, Значит, Завтра арестуют, Наверное, Уже все, Не дадут домой идти, И вот, Когда Четвертого числа, Меня не выслал прокурор, А пятого числа, Господь совершил свой суд, Над нечестивым, Я об этом не знал, Но когда я пошел на работу, Возможно, Это даже случилось четвертого числа, Я не знаю, Но мне сказали пятого числа, Он ехал из города Дубно На своей машине, Ну, конечно, С водителем, И имел еще при себе прокурора Из города Дубно, И вот это была зима, Четвертый, Пятый января, Как раз перед режиссовом, Они решили обогнать КамАЗ, Гороженный, Вернее, Водитель решил обогнать, Но навстречу шла машина, И когда он Быстренько проскорил скорость, И обогнавший этого КамАЗа, Он пристроился опять на линию, Значит, впереди КамАЗа, Но его кинуло немножечко в сторону, Это уже потом расследование было, И он притормозил водитель, И эту машину поставило Прямо перед груженным КамАЗом, И вот два человека погибли сразу, Водитель и прокурор города Дубно, А этот прокурор, который со мной занимался, Он был весь переломан, Двойные переломы боев ног, Ребра, И, конечно, это по словам людей, Я рассказываю, Потому что, Когда сообщили его жене, Она попала потом в сумасшедший дом, Это Олег Михайлович Булгаков, Вася знает об этом, Третий суд, который был надо мной, Это уже когда арестовали брата Вас, И сделали обыски у нас дома, И у меня забрали также всю литературу, Но я обучал все-таки детей, Малолетних я руководил, И до сих пор еще руководил хором, И вот мне нужно было Приготовить детскую программу, Это почти в последних числах тоже декабря, Но уже 82-го года, И также сразу же прошла милиция, Здесь были дети, я думаю, Наверное, 15, около 20 детей, Сразу же майор, Два лейтенанта пришли, И тоже забрали меня, Ну тогда дали мне, Хотя зачитали в суде, Дело заводится, значит, О привлечении детей, Или обучении религии, Не помню, как точно там сказано было, Три года, Но пока мы ограничиваемся 10 сутками, Дали мне этих 10 суток, Но это как раз был суд брата Васи Шилюка, Я думаю, что это меня закрыли, Просто для того, чтобы, Возможно, я не организовал поход, Как организовал КЭБ, За то, чтобы забрать литературу, Которую они забрали при обыске, Закрыли, И вот, когда меня освободили, А Васю его судили, Ему дали свидание с его женой Еленой, Вася посоветовал второй раз избежать мне суда, То есть уехать, Я уехал в Россию опять, Но не к родителям, Я уехал на Урал, Жил, конечно, без своей фамилии, То есть не под своим именем я жил, Я прожил тоже 6 месяцев вернулся домой, Вот, и Господь таким путем просто вышел мне навстречу, Два раза я избежал, Но третий раз Господь просто не допустил, Такой наш Господь, В Которого мы верим, И я знаю, что здесь, Хотя мы живем в Америке, И наши дети этого не знают, Мы еще помнят это все, Когда меня вязали в доме, Вот, когда собирали, И дети кричали, Вот, чтобы слышно было соседям, Мы жили на втором этаже, Но дети, которые здесь родились, Это для них все равно какая-то, возможно, Ну, миф, Но это не миф, Господь наш силен, Господь могуч, И я думаю, Живя здесь хотя бы в Америке, Или в Канаде мы вот живем, Пройдет время, наверное, Еще тяжелее, чем мы сейчас, Сейчас мы вольно живем, кажется, Но будут трудности для испытания, Народа, который пройдет, Это горнило испытания, конечно, Господь заберет своих, Я понимаю, Но дети должны быть готовы к тому, Что гнали меня, Будут гнать и вас, Пусть поможет Господь, Если, Есть время, Я еще спою одну песню, Вместе споем, нет? Давайте споем все вместе, Такое вместе мы с вами верили, Знаете, такую песню, да? Вместе любили пели, Вместе дороги верили, Часто под двой метели, Встанем, давайте, пожалуйста, Вместе мы с вами верили, Вместе любили пели, Вместе дороги верили, Часто под двой метели, Вместе дороги верили, Часто под двой метели, Труд небольшой, но делали, Вместе огнем горели, Вместе ночами верыми, В синюю дать смотрели, Вместе ночами верыми, В синюю дать смотрели, Вместе стояли прямо мы, Слыша угрозы злые, Мы верили Богом правыми, Чистим миром были, Мы верили Богом правыми, Чистим миром были, А это, дорогой день солнечный, Светлой грядом и тесней, Там, где нет слез и горечи, Вечно мы будем вместе, Там, где нет слез и горечи, Вечно мы будем вместе, Алилуйя Богу, Слава Богу, Слава Богу, Был час, что я думал, что я не молодчий без вас, но еще один брат молодчих за меня, за брат Сашек в месте, которому тоже приходилось принести свой час проводить за холючим трон. И знаете, я себе сегодня, раз у нас было таке, в бараку, там, где мы жили, на другом поверхности в окно, и я так, помню, можно было выйти туда, в суботу, а в неделю, и встать, и дивиться просто. И вы знаете, что там было за тем векном? Свобода. Это одно слово, которое нас надело с той стороны. Свобода. Когда мы привчитываем Иван Иванович, Христос, сказал про себя, он дал себе один такой титул, каже, я был в язнице, и вы пришли на меня. Иван Иванович, вот если вы перечитаете Библию, хоть сюда, хоть туда, хоть русскую, хоть арглійськую, хоть молдавскую, хоть армянскую, хоть турецкую, хоть китайскую, не надо написать, что Христос был солдатом. А вот сегодня был я, где был я. Знаете, вот мне сейчас болит, вы знаете, был час, когда наши братья, я был молодчим, старшим братьям, яких чем раз меньше стоят между нами, чем раз меньше стоят между нами, они шли, отказывались от того, чтобы быть готовыми способно убивать людей. Потихонечку это произошло. где-то оно сзвенки взялося, но все наши братья пошли служить в армию без притяжения. Пройшло еще трошка время, я помню, когда у Кременчуга брат Толикс сейчас и святка, как пастор из кафедра сказал такие слова, что если вы пойдете в армию и не принимаете присягу, то мы вас покажем. Александр говорит, что все я лично, чтобы своих богатых. вы знаете, но это еще не все. Дело в том, что пришел в час и уже достиг нас, что наши дети идут добровольные баски. И задается вопрос, если ты верующий христианин убьешь не верующего человека, куда ты человек попадешь? Вот. Благослови. И получается, что волей и неволей и начинаем служить кому? Я памятаю, расскажу короткий святелец про себя, потому что час очень близкий, очень короткий он проходит, знаете, так, очень близко, что когда-то не замечают просто какие-то признаки. Знаете, когда-то я был молодым, мне было 20 лет, сейчас я ношу в кармане одни. Вы знаете, что это? Старость. Это приказывает, что Бог скажет, ходи до меня, больше. Когда-то брат, сегодня брат нагадывал, что в Ютице, когда было первое, было 36 человек, узреков. Сегодня их христианин набагато меньше. Может, кто-то не мог прийти, но я знаю, что есть такие, что они уже сюда не прийдут. Они уже сюда не прийдут, они уже с нами тут не будут. Мы будем с ними там, но никто с нами уже не будет. Когда-то меня арестовали, и я уже имел аспу. Я имел уже аспу. и, может, кто-то знает, кто-то не знает, за каждой зоной, тюрьмы в области были закрыты зоны, то есть лагеря, в которых жили, заключения, которые были арестованы в той же самой области. и вот эти тюрьмы поставили им рабочую силу, потому что зона это была как производство, которое выработало дежурную продукцию, и им нужно было рабочее, там не можно было быть такими. Например, я был в Полтаве, в тюрьме, то наша тюрьма працювала для полтавского завода стиральных машин. И там должны были люди, которые делали статара постоянно. Там не могло быть так, ага, сегодня нет, перестаем делать, потому что люди стали хорошие, и нет, в тюрьму садить. Там даже нужны люди, они не разбирали, ли, 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 соня. Там произошел брат Зенек, это была зона, которая рубила камеши, плела с дыхмата. И вот я попал, так попалось мне, что я пойду на этап туда, на эту зону. Там было 34 зоня закреплено, и вот нас же отправили, я думаю, молодой, как я буду там. Все таки, это очень хорошо, но я больный. Когда нас привезли в Одесу, нас не отпускают. У нас осталось, мы сегодня пришли на переселенную тюрьму, мы там должны были 2-3 дня, не отправляем, не отправляем, другий день, третий день, четвертий день, сидим, продукты уже кончились, живем, вот только то, что мы мали там с собой еще с тюрьмы якийсь там сахар, сахар, якийсь кусок сала, уже этого не мали, грошей немало, то на тих вагонах уже живем, и вот приезжает другий этап уже, який выйдет туда, на эту зону, и нас через 3 дня грузить вагони и везут битком вагони, набитые в Полтаву. Когда мы приезжали в Полтаву, то было холод, то мороз, еще я помню, цей, как это называется, воронки, там, какая-то авария была на дороге, воронки не прийшли, нас вывелось из этапов, мороз, снег, сядьте на цей, прямо на снег, там немае солдат с автоматами, собаками, сядьте на снег, и все, мы посидали, кто-як, что-то, 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 был необычный, мешок, сел на него, и сидим, что-то, мы ждали, где-то, где-то, приехали, привезли на нас туда, в Полтаву, в 16-ую зону, и уже потом, мы узнали, через эту зековскую почту, что в тот час, когда мы приехали в Одессу, на прессивную тюрьму, зеки запалили 6-ую зону, и зона згорела, у нас не было куда присоедаться, и вот, ты и в такие ситуации все наперед, и вы знаете, если бы я не попал в Полтавскую область, был бы я не встретился столиком, и расскажу вам такой случай, что вы знаете, самому я сам не поверил, знаете, как написано в Евангелии Действия Тихоапостолов, что, когда Петра арестовали, то церковь молилась, так или нет, прилетно молилась, так или нет, и приходит служанка и каже, это трога дверя, а они что ей сказали? Это нормально. Ну нормально, но они же молились, так или нет, молились, а когда сказали, что Бог почувствовал их молитву, они не могли. Был такой час, кто помнит, я может, в Украине ходил на такие зборники, песни юности, и вот только в хате мы начали эти зборники. Это был, где я, пан Толик, я живой святок того, его жена была тогда вагитна, я только освободился на свободу, только освободился, еще, может, месяц пройшел, я еще живу, мы живу тогда, в хате, и мы сидели, начали эти зборники. Приходите, кто векового брата, жинка, стукаю двери и говорит, что бабе, тайный обыск, в одном двори обыск проводят.